Всем привет и добро пожаловать обратно на войну. Начинается 10 день, и начинается он на самом деле для меня точно так же, как и все предыдущие. С одной простой мысли, что есть очередные проблемы, которые надо решать. И проблемы в данном случае у меня такие. Так, ну я так думаю, что все примерно одинаково готовят еду. Проблема у меня очень простая. Вы мне много пишите. Улучшай вот то, улучшай вот это, сделай вот это, верстаки, печка. Все это, конечно, замечательно, но на какие, простите, шиши. Да, я сидел два дня без всего, ныл, что вот у меня нет резов, ничего нету. Ну и что? Теперь у меня есть куча дерева, куча железа, и толку с этого ровным счетом ни хера. Ну блин, подумайте сами, чтобы улучшать все вот эти предметы, нужны шестеренки. А мне шестеренок не хватает. И вовсе не тех, что в голове, а именно тех, которые нужны для апгрейда. Я уж не знаю, что это за шестеренки. Какие-то, видимо, запчасти. Давайте покормим тех, кто пришел с дозора, и будем поднимать. Оп! А это еще кто? Блин, опять кому-то нужна помощь. Ладно. Ладно. Кто у нас тут? Да блин, ладно. Иди уже тогда ты. Уставшая, помятая, пионер-вожатая. Сейчас узнаем, что хочет эта, кажется, тетка. Кажется, в очках. Спасибо, что открыли дверь. Ну и что мы хотим? Спасите людей из забрушившегося здания. Слава богу, снаряд попал на гэтажку, ниже по улице жильцов засыпал обломками. Пожалуйста, помогите мне вытащить их. Чем больше помощников, тем лучше. Мы устроим больницу для раненых в моем доме. У меня есть кровать и медикаменты. Блин, кто бы нам медикаментов дал? Ха! Ну, блин. Ладно, дайте секунду. Сейчас подумаем, кто туда пойдет. Ты пойдешь спать. Во! Злата! Мастер воодушевления. Ну-ка быстро сжрать и на разбор завалов. А ты спать. Я, конечно, мог бы послать механика, но механика я посылать не хочу. Катя вон усталая. Механик у нас и болен, и ранен. Ну, ему вообще идти без вариантов, по-моему. Хотя ему сейчас надо будет подниматься, чтобы что-то делать. Так, поела? Нет. Почему? А вы давай. В общем, мне не хватает шестеренок, а взять их банально негде. Так, Злата, беги. Взять их негде, потому что у меня... Так, поможем? Да, поможем. Да, Свидос? Дверь не забыть и закрыть. Пожалуйста. Нету ни единой локации, где были бы шестеренки. Точнее, локации есть, но в них... Так, поднимаем механика. Всё, я сбиваюсь в смысле. Но в них шестеренок нет. А там, где они есть, осталось неосмотренным. Только помещение, в некоторых местах даже не одно. Помещение, где всё закрыто решёткой. Чтобы открыть решётку, мне нужно взять пилу. Чтобы взять пилу, надо её сделать. Чтобы сделать пилу, нужны шестеренки. Если мне не изменяет память. Получается, что мы делаем пилу и играем в угадайку. Будут ли за этой дверью, за этой решёткой шестерёнки. Если будут, то сколько их будет. Ох, Катя уже встала. А нет! Хрен там! Ха! Всё зашибись! Для пилы нужны всего лишь компоненты, которые у нас есть, и которые можно ещё получить дополнительно, сходить на блокпост. Ну, я думаю, в таком случае мы парочку-то точно сделаем. Давай, давай, механик. Катя, спокойно. Ну, тогда спокойно иди слушай радио. Узнаем, что нам говорят. Ну, в любом случае, даже при таком раскладе, я не думаю, что там будет много шестерёнок. И сейчас мы проверим, сколько нам шестерёнок надо, ну, после того, как послушаем радио, на то, чтобы заапгрейдить хотя бы печь и верстаки. Итак, Погорень, опять погиб Йован. Чёрный, блин, понимаешь, оператор. Ну, и давайте посмотрим, что ещё. Классическая музыка. Началось потепление. Ха! Зашибись! Это очень хорошая новость. Что ещё? Опять потепление. Что ещё? Так, в эту сторону ничего. В эту Погорень Йован. Прорываем вещание, чтобы сообщить о трагедии. Сегодня утром на городском рынке взорвалась мина. Погибло больше 60 человек, раненых ещё больше. Как хорошо, что я не хожу на рынок. Ну, и, наконец, радио Виссена. Вайсена. Я слышу музыку. Я слышу голоса. Но музыка тоже какая-то не жизнеутверждающая, поэтому возвращаем всё на исходные круги своя. Ну, да, вот сюда. И Катя у нас, наверное, должна сделать что-то полезное. Вопрос, что? На самом деле, можно, наверное, готовить что-то ещё. Точнее, не готовить, а строить. Давайте глянем. В первую очередь, сколько нам нужно шестерёных. 8 на то, чтобы сделать улучшенный слесарный верстак. Далее. Чтобы улучшить обычный верстак, нужно ещё 4. Итого 12. Ну, и давайте глянем, сколько нужно на улучшение печи. Катя, ладно. Катя пусть пока отдыхает. Она в эту ночь, наверное, куда-то пойдёт. И на улучшение печи нам нужно ещё 4 шестерёнки. Итого, ровным счётом, 16. Плюс нужен терморегулятор, для которого надо сначала, по-моему, обновить какой-то из этих верстаков. Короче, без шансов. У Кати вон что-то хорошее случилось. Я уж не знаю, что у неё такое хорошее в данный момент. Ну ладно, Катя, беги подкинь дровей. На пару палочек мы тебя отлечём. А сами посмотрим, что можно построить. А построить мы можем грядку. Построить мы можем микстурный. А нет, шестерёнки. А здесь тоже шестерёнки. Что-то одно из двух. Верстак у нас есть. Это шестерёнки. Шестерёнки везде. Блин, шестерёнки. Без вариантов. Пять кусков топлива у нас остаётся. Надо будет его, конечно, наверное, из железа. Ну или из дерева сделать. Наверное, всё-таки из дерева, потому что дерево найти можно проще. И, ну, не знаю. Микстурный стол позволяет изготавливать настойки, самокрутки. И всё это дело, видимо, изготавливается из травы. А это мы можем выращивать травы, настойки, сигареты. И позже лучше сможем выращивать овощи. То есть сразу овощи, те самые могучие морковки, нам будут недоступны. Ну, тогда, я так понимаю, микстурный стол. Вариантов особо нет. И поставим его, ну, допустим, вот сюда. Почему бы и нет. Вполне себе нормальное место. Оп. А, ну ладно, он успевает. Времени особо не осталось, поэтому сейчас придётся как-то пошевеливаться. 7 градусов тепла всего лишь внутри. Увы. Но хотя механик работает быстро, он должен успеть. Итак, Катя у нас сегодня пойдёт наружу. Механик легко ранен, слегка болен. Сейчас пойдёт спать. Быстренько. Ещё одно тело у нас снаружи. И наш скаут уже отоспался, но продолжает почему-то спать. Он будет, наверное, в дозоре. Ну, что тут скажешь. Вроде... Ох, ты ж. Не успею. Кажется, не успею. Забыли закрыть ещё одну дыру. Почему-то не доделали, видимо, не успели в тот день. И я думаю, да. Катя при всём желании не добежит. Тупо не успеет. Осталось всего какой-то... А, час. Ещё остался час. Я думаю, успеет. В последний момент была обнаружена ещё одна дыра, о которой не позаботились. Ну, давай. О, зашибись. Скоро всё кончится. Ну, Катя, не для тебя. Сегодня у тебя большие планы. Сегодня ты пойдёшь наружу, и нам... Ну, я уже не успел... Ох, нифига. Не успел посмотреть, что нам нужно, зато... Охренеть, какой теперь богатый выбор. Куча новых локаций. Церковь Святой Марии. Еда, лекарства, оружие, запчасти. Много запчастей, но требуется осторожность. Была знаменита своим благодетельным священником по имени Олик. Однако церковь недавно была разбомлена, и о судьбе священника ничего неизвестно. Скорее всего, там груды щебня, лопата не будет лишней. Ну, это логично. Для новой локации вообще всегда нужно брать лопату. Говорят, что в Ризнице обосновалась группа вооружённых людей. Идти туда может быть опасно. Но вооружённые люди это всегда опасно. Так, блокпост. Мы там уже были. Городская больница. Пережила несколько обстрелов, пожары, бандитские налёты. Несмотря на это, она всё ещё работает. В одном крыле больницы врачи всё ещё принимают пациентов, спасая им жизни. В основном благодаря доктору Ефимову, известному хирургу, который не теряет выдержки и не даёт расслабиться остальным. Много еды, много материалов. Требуется осторожность, опять же. Ну, видимо, придётся воровать. Огромное количество лекарств и огромное количество запчастей. Но на самом деле воровать я не хочу. Один раз я уже согрешил. Пока что острой нужды в этом нет. Далее. Гостиница. Небольшая, но роскошная гостиница, ранее принадлежавшая агентству Pagarin Travel. Сейчас не обосновались вооружённые бандиты. Блин, везде одна гопота. Иногда из дома доносятся крики. Лучше держаться оттуда подальше. Еда, материалы, лекарства, оружие, запчасти. Опять же требуется осторожность. Снайперская развязка теперь доступна. Это центр города. Парки, площади, старые здания. Многочестные случаи убийства мирных жителей. Дали новое имя. Снайперская развязка. Здесь можно найти ценные вещи, но это очень рискованно. Мало еды, много материалов, лекарств, много запчастей. И здесь уже опасность. То есть даже не осторожность, а тупо опасность. Да. Ну, я думаю, сюда пока идти смысла большого нет. Потому что, хех, зачем зря рисковать? Много новых мест. Так что рисковать не буду. Ну и, наконец, стройплощадка. Планировалось построить роскошный многоквартирный блок. Шла массированная реклама квартир. Но застройщики сбежали за границу. Когда началась война. Недавно армия выбила повстанцев из этого района. Здесь можно найти вещи, оставленные повстанцами. Но есть риск нарваться на военные патрули. Много еды, много материалов, лекарств, оружия. Огромное количество запчастей. И опять же опасность. Ну, давайте подумаем. Есть церковь Марии. Где есть гопники и много запчастей. Осторожность. В локпост мы были. Больница. Скорее всего, придется воровать. Опять же, осторожность. Гостиница. Ну, стопудово. Гопники. Оттуда доносятся крики. Лучше держаться подальше. Осторожность. Запчасти, оружие, еда. Ну, по-моему, слишком жирно. Я думаю, бандитов там хоть жопой жуй. Огнестрела пока нет. Далее. Развязка. Много еды. Немного еды. Материалы, лекарства, запчасти и опасность. Хм. И стройплощадка. Военные патрули. Знаете что? Давайте я попробую сходить вот сюда. Я, конечно, не знаю. Ну, по крайней мере, здесь нет патрулей и нет бандитов. Об этом ничего не сказано. Можно найти ценные вещи. Несмотря на то, что здесь опасность, есть лекарства и запчасти. Еда нам сейчас пока особо не нужна. Вот это запчасти. Это то, что доктор прописал. Поэтому пойду я именно туда. Пойдет добывать, естественно, Катя. Со своими 12 слотами. Она вне конкуренции. Каут будет охранять. Ну, а наш механик будет отдыхать в кровати. Итого, снайперская развязка. Готовимся. Берем с собой одну пилу. Монтировку. Берем с собой лопату. Берем с собой нож. И, наверное, стоит взять еще пару отмычек. Хотя, блин. Места-то мало. Но, с другой стороны, я не собираюсь нести ресурсы. Я собираюсь нести только вот то, что нужно. Только шестеренки. Поэтому давайте, пожалуй, возьмем еще... Ну да, пару отмычек. Половина инвентаря у нас выпадает. Но 7 слотов остается. Отправляемся. Вот, торговля продолжается. Какой-то странный хрен лутает нычки. Берегись, если не хочешь получить пулю снайпера. Окей. Снайпер. Да, и слышно, как откуда-то стреляют. Дохлый чувак. Еще нычка и сидит чувак. Ага, видимо, за памятником можно сныкаться. Какой-то дедушка Ленин флагом. Хе-хе. Так. Броневик. Ну, видимо, до броневика можно добежать. Ладно. Посмотрим для начала, что здесь. Во, либо прячься за что-нибудь, либо вообще туда не ходи. Ну, металл мне неинтересен. Нет, чувак, я все-таки туда пойду. Но я думаю, что прятаться я буду. Сейчас прикинем. Опять же, все это дело неинтересно. Ну, давайте потихонечку посмотрим. Снайпер опасный боец. Неуловимый, словно призрак. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно. Приблизительно. Счет на пять. Он стреляет. Видимо, снайперка с ручным перезарядом. Откуда-то, видать, оттуда лупят из окон. Ну, ладно. Блин, четверть ночи прошла. Фух. Давайте попробуем. Ждем выстрела. Побежали. Давай, 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 давай. О, так, меня запалили. Побежали, беги, 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 беги. О, нормально, нормалек. Пожалуйста, помогите мне. Ну и... Че ты мне предлагаешь? Я не повезло. Мне не повезло. Я думаю головой. Ну, чего, мужик, рожай быстрее. У меня время идет. Шел домой с лекарством для моего мальчика. С письмом про вашего мальчика. Когда в меня попали? Ну, че ты от меня-то хочешь? Кто-то закрыл вход в канализацию. Ага. Окей. И че теперь? А, понятно. Вход закрыт изнутри. Ну, хрен ли делать? Можешь ты что-нибудь сделать? Блин, а че я, по-твоему, могу сделать? Так, у нас есть... Минимум две точки. Так, ждем выстрела. Че, вариантов нет. Беги, беги. Эть. Почти. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Оп. Блин, так меня и палит. Вот если эта дверь закрыта, это полный ахтунг. Выстрел. Беги. Беги до самой... О, зашибись. Дверь не заблокирована. Это охрененно. Тот и ходит наверху. Это что такое? Ух, нихрена здесь хмяки бегают, отожравшиеся. Наверху, походу, тоже хмяки. Взлом. Открывать. Телевизоры даже еще работают. Ладно. Че там чувак хотел, чтобы ему дверь открыли? Ну, давайте откроем ему дверь. Только сначала посмотрим, что здесь есть. Прошла большая часть ночи. Прошла... О, шестеренки. Топ. Прошла большая часть ночи, и значит, надо шевелиться побыстрее. Так, надо было тебе дверь открыть, да? Ну, давай откроем. Давай, давай, давай. Давай. Кстати, да, через канализацию возвращаться будет, по-моему, проще. Половину пути можно проходить. Да, я... О, он сам сюда ползет. Ну-ка, ну-ка. Да-да-да. Дверь открыта. Чувак, за мной. Проверяем все нычки. Так, главное теперь не запутаться, где я уже был и где не был. Потому что проверять все по второму разу, это лишняя потеря времени. И теперь нужно будет шевелиться батонами. Шевелить батонами, точнее. Давай, давай, чувак, за мной, за мной. Пошли, здесь только вкусно. Вот так, здесь я уже был. Но я не думаю, что здесь кто-то будет, скажем так, агрессивный. Раз здесь снайперы работают, вряд ли. Но, тем не менее. Так, вот, шестеренки. Это я тоже возьму. Будем брать все самое редкое и уникальное. Я думаю, так. Шестеренки. Да, блин, просто праздник какой-то. Я уже неоднократно говорил эту фразу, но явно, блин, оно того стоит. Так. Ой, наверх еще можно. Замечательно. У меня, в принципе, уже как раз закончились отходы. Поэтому очень выгодно получить себе чуть-чуть отходов. Открываем здесь. Иначе... О, да-да-да. Но место уже... Блин. Ладно. Будем тратить отмычки. Отмычек много. Их, в общем-то, приносит торговец. И я думаю, вполне можно их потратить. Так. Ага. Вламываемся. О, чувак, ты дошел. Знаешь, это твой киндер орал. Под кроватью коробка бери сколько нужно. Че, че, че? Че брать? Давай быстрее, чувак. Где ночь? Ночь настала. А, вот. Видимо, вот под кроватью. Мало времени. Блин, мало. Ох, нихрена взять все. По-любому. Так, чего-то, чего-то я не успевал брать. Берем, 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 берем. Мне нужно вернуться. Я знаю, лекарства и бен... Придется что-то оставлять. Наверное, вот так и побежали. Я уже не уверен, что я успеваю. 4.40. Ладно. Будем надеяться, что снайпер притих или пошел спать. Если я не успею вернуться, это будет, ну, ощутимая проблема. Блин. Не успел. Ну ладно, тем не менее. Я надеюсь, что она, по крайней мере, вернется и, как минимум, много вкусных вещей с собой принесет. Прошли холодные дни. 11-й день. Наступило, видимо, то самое долгожданное потепление. Ну, на это можно уже не обращать внимания, потому что каждый день игра меняет правила. Все заново. Но... Злата вернулась после спасения. И надеемся, что Катя скоро вернется. Ну, я тоже надеюсь. Но об этом, видимо, узнаем уже в следующий раз. Еще одна банда опытных грабителей, которые мы смогли отогнать. Хотя это, скорее всего, изменится. Катя поступила правильно. И я, наверное, тоже поступлю правильно, когда на этом с вами попрощаюсь. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok